Всем привет! Все мы с вами знаем, что есть такой класс животных, как грызуны. Грызуны бывают самых разнообразных видов. Чего там говорить? Только одних белок больше 20 видов. И суслики – это одни из видов беличьих. Про сусликов было снято немало мультфильмов. Их всегда изображают в смешном свете. Потому что сами по себе они очень смешные. У сусликов очень смешное поведение. И человек уже изучил этих грызунов настолько, что слушать факты про сусликов становится очень интересно. Суслики или луговые собачки – это небольшие и симпатичные грызуны с головой, вытянутой формы, маленькими ушками и забавным коротким хвостиком. В целом напоминают белочек. Эти животные повсеместно известны своей привычкой вставать столбиком и издавать свистящие звуки в случае опасности. Среда обитания суслика – это открытые ландшафты всего северного полушария. Например, на территории России существует 10 разновидностей таких зверьков. Встречаются грызуны и в Северной Америке, и в Восточной Европе, и в Азии, в северной ее части, а также на Кавказе. Эти зверьки предпочитают жить в норах, которые выкапывают они очень глубоко, но пользуются ими при этом всего лишь один сезон. Свои жилища суслики строят на лугах, пастбищах и межах полей. Длина норы, как и ее обстановка, целиком зависит от ландшафта обитания и самого вида суслика. На песчаных почвах до 3 метров в глубину и 15 метров в длину. В глинистых почвах до 5-7 метров. Внутри самой норы всегда обустраивается гнездовая камера, которую суслик устилает сухой травой. Когда ученые записали хриплый шепот сусликов на аппаратуру, используемую при изучении летучих мышей, известных своим каждодневным использованием ультразвука для молниеносных передвижений, то выяснилось, что ультразвук сусликов очень богат всевозможными ультразвуковыми составляющими. Этот язык грызуны используют в качестве предупреждения об опасности. Перед домами грызуны обязательно делают холмики из песка, щебня или земли. Такие указатели хорошо заметны и в степи, и на горных лугах. Ведь у человека не такая уж и идеальная память, а у суслика и подавно. Чтобы запомнить, где его норка и найти ее, для этого суслик и делает горку из песка. Активность зверьков приходится на дневное время, поэтому многое интересное о сусликах можно узнать из наблюдений в это время. К тому же степные суслики летом и весной редко отлучаются от своего жилища. Ведут преимущественно наземный образ жизни целыми колониями. Наибольшее поселение из 10-12 нор с наступлением дня собирается на поверхности, и каждый принимается за свои дела. Кто-то может играть, в то время как другой будет чиститься или грызть корешки растений. Однако, малейший намек на опасность поднимает всеобщий переполох, и пронзительно свистнув, каждый убегает в свое жилище. Как только опасность минует, все возвращаются к своим делам. Как общаются между собой суслики? Известно, что они используют для этого ультразвук. Более того, существует исследование, доказывающее наличие у этих грызунов целого ультразвукового словаря. Это открытие произошло в результате наблюдения за сусликами Северной Америки. Было замечено, что очень часто эти грызны открывали рот, но издавали при этом сиплый, едва различимый шепот. Стало понятно, что такие звуки чередуются с нормальными, слышимыми человеческому уху. А значит, составляют неотъемлемую часть общения этого пушистого сообщества. Примечательно, что на такую сигнализацию остальные суслики также отвечают в ультразвуковом диапазоне. Естественно, хищники вроде лис таких звуков не различают, что и гарантирует безопасность существования. Стоит отметить, что такое тихое оповещение проводится только при незначительных угрозах. Когда опасность близка, суслики переходят на панический крик, слышимый человеческим и не только ухом. Территорию колонии всегда охраняет суслик староживой. Поза этого суслика напоминает стойку. В случае приближения человека или хищника, зверек издает особый сигнал, напоминающий писк. Такой крик суслика предупреждает стаю об опасности. Суслики общаются между собой с помощью ультразвука. Человеческий слух при этом улавливает едва различимый звук, похожий на хриплый шепот. Присутствие в поле сусликов легко определить по такому свисту. Сон этого грызуна во время зимней спячки является самым крепким сном в мире. Суслика даже можно вынуть из норки, потормошить, и он не проснется. В спящий суслик впадает такое беспробудное состояние анабиоза, что его сон считается одним из самых глубоких среди представителей животного мира. В отличие от других животных, суслики впадают в спячку не только зимой, но и в летние засухи при отсутствии необходимого корма. Вид желтых сусликов отличается продолжительностью сна целых 9 месяцев. Вообще видов сусликов очень много. Крапчатый суслик самый мелкий весом 500 граммов. Длиннохвостый суслик вырастает до 32 сантиметров. Желтый суслик, краснощекий суслик, горный-горный кавказский суслик. Малый суслик, большой рыжеватый суслик, европейский и американский берингийский. Роль в природе суслика как отдельного вида заключается в следующем. Выбрасывая на поверхность грунт нижних слоев, эти грызуны способствуют почвообразованию. Как известно, поймать такого зверька не проблема, но вот приручить его довольно сложно. Чаще всего одомашнивают самые распространенные виды – большого, крапчатого или малого суслика. У сусликов есть слезные железы, они обуваются слезами от пыли и грязи. У сусликов, как и у людей, есть слезные железы, только они слегка увеличены. Они помогают млекопитающим избавляться от пыли, грязи, попадающей в глаза. По этим же причинам суслики имеют едва заметную ушную раковину. На кончике хвоста у зверька расположились особые чувствительные окончания, которые позволяют им ориентироваться в подземных ходах их нор. Не боятся суслики даже ядовитых змей, особенно когда речь идет о защите детенышей. Иногда змеи проникают в норы с детенышами грызунов, тогда их мать проявляет небывалую смелость в борьбе со столь опасным врагом. Она становится на нижние лапы и начинает размахивать своим пушистым хвостом, зрительно увеличиваясь в размерах. Мать не отступает от защиты, вплоть до укусов ядовитых змей. Самки сусликов заботливые матери, пока потомство растет и набирается сил, мать выкапывает им отдельные норы, куда дети перебираются. Самостоятельная жизнь сусликов начинается в 4-5 месяцев. Суслики верные животные, пару они чаще всего выбирают на всю жизнь. Кушают суслики 2 раза в день, рано утром и поздно вечером, набивая щеки до отвала едой. Челюсть сусликов имеет торчащие резцы, клыков, как и у всех грызунов, у них нет. Подобные модификации зубов позволяют им создавать подземные ходы, не глотая землю. То есть земля проходит сквозь зубы, как и у брильной машины земля уходит в стороны при прогрызании норы. Зрение у сусликов, как и у многих животных, проводящих большое количество времени под землей, плохое. Поэтому очень часто их можно увидеть на различных возвышениях в непосредственной близости от своей норки. У сусликов очень хорошо развита забота о своем потомстве. Это связано с тем, что новорожденные животные глухие, слепые и на них отсутствует шерсть. Она появляется на них только спустя одну неделю после появления на свет. А через две недели они обретают зрение. Первые полтора-два месяца детеныш суслика питается молоком. Живут молодые детеныши в выкопанной матерью отдельной норе, так как они совершенно безоружны в борьбе с естественными врагами. Первые две недели жизни у них отсутствует противоядие к ядам различных змей. Вот бы у человека были противоядия в крови. Хотя они и так у нас есть, только от других ядов, например, некоторых пауков. Суслики живут от одного года до трех лет. Если они находятся в благоприятных условиях среды, то большинство из них доживает и до пяти лет. Есть и настоящие долгожители среди этих маленьких грызунов. Бывают случаи, когда отдельные представители вида доживают и до семи, и до восьми лет. У сусликов огромное количество врагов – антилопы, койоты, лисы, волки, барсуки, ястребы, орлы и змеи. Примечательно, что у взрослых млекопитающих в организме вырабатывается противоядие к змеиному яду, позволяющее избежать смертельного исхода. Но одним из самых опасных врагов для них продолжает оставаться человек. Большой интерес в пушном промысле для производства различных видов меховых изделий – жилеток, шуб, шапок и обуви. Суслики нередко служат объектом спортивной охоты, которая носит название варминга. Сусликов по праву можно назвать истинными вегетарианцами, так как основу их рациона составляют различные виды изменения побегов. Такие как цветы, листья и луковицы, семена клёна, лещины, абрикосов и других покрытосеменных. Ягоды, жёлуди, морковь, редиска и прочие. Но они не прочь полакомиться деликатесами в виде кузнечиков, червяков, жуков, гусениц и саранчи. Суслики, как бы далеко они от нас не были, влияют на жизнь человека. Дело в том, что суслики являются переносчиками очень опасных, а нередко и смертельных заболеваний для человека. Например, бруцеллёза, чумы и туляремии. Так как основной пищей являются семена и плоды растений, то нередко сельскохозяйственные угодья становятся постоянными источниками лакомства для грызунов. Что очень пагубно сказывается на урожае. В советское время был план по отлову сусликов, за шкурки которых государство платило деньги. Суслики являются одним из декоративных видов домашних животных. При талантливой дрессировке и невероятной смышлённости зверюков, маленькие млекопитающие могут научиться даже выполнять отдельные команды. В домашних условиях сусликов содержат редко. При разведении сусликов дома следует знать, что в тёплом помещении эти животные не размножаются и гибнут к весне. Поэтому для семейной пары строится вольер на бетонном фундаменте. В нём размещаются домики, ящики, куски труб, чербачки для стачивания резцов, поилки со свежей водой. Осенью в доме сусликов можно выселить подстилку из соломы или листьев. Рацион домашнего суслика состоит из зерновых смесей овса, пшеницы, ячменя и кукурузы. В качестве лакомства этому грызуну можно давать морковь, свеклу, кабачки, огурцы и бананы. Также суслики едят одуванчик, подорожник и клевер. Обязательно нужно положить ветки для стачивания зубов толщиной около 1 см. Но вряд ли найдётся сумасшедший, который поймает молодого суслика с неизвестными какими возбудителями болезни и станет держать его у себя дома. Сейчас модно держать домашнего хоряка, шиншиллу, ну или крысу, наконец. Хочется надеяться, что в будущем люди найдут более безопасные средства борьбы с негативным влиянием сусликов на сельское хозяйство. Возможно, придумывают ультразвуковые отпугиватели, в радиусе которых суслики не будут поедать овощи. Не стоит также путать и сурка с сусликом, это разные виды грызунов, хотя и очень похожи друг на друга. Сурок также умеет кричать, но очень громко, и похож на крупную жирную отъевшуюся домашнюю нутрию. Вот такие вот они забавные суслики. Понравилось видео? Ставь палец вверх. А с вами были Интересные факты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok